Три есть таких круга жизни, три круга обучения. Первый круг обучения. Человек сначала должен научиться своей судьбе, когда он еще маленький. Он смотрит на своих родителей, на их отношения и понимает, какая у него судьба. Бог ему говорит, смотри, как не надо. Или смотри, как надо. Ну, показывает его судьбу. Бывает хорошая судьба, бывает тяжелая, тоже хорошая. Смотри, как не надо и учись по-другому жить. Ребенку показывает Бог. Он смотрит, смотрит, думает, что это мне это все, зачем это мне? Начинает обвинять родителей. Вы мне родовую травму сделали. Я такая мягкая, пушистая. Вы меня сделали скользкой, вонючей. Нет, у тебя судьба такое не делает. Она тебе показывает твою собственную жизнь, прошлую, через родителей. И показывает тебя. Ничего случайного нет, несправедливости нет в этом мире. Не надо родителей ни в чем обвинять. Они показывают нам, нас, нашу жизнь, прошлую. Наши отношения показывают. Вторая, второй круг жизни. Живи теперь сама. Вот тебе твой мужик. Не мечта, а мужик твой. Это разные вещи. Объясню разницу, в чем сейчас. То есть, мечтаешь о высоком, красивом, можешь получить или красивого, но не высокого, или высокого, но не красивого. Это так и есть. И если, допустим, ты думаешь, я не хочу некрасивого, высокий, не хочу. Хочу красивый теперь или невысокий. Хорошо. А, нет, хоть не хочу некрасивый и высокий. Хорошо. Бросила, да? Раскайся сначала. А потом получишь. Красивого, но не высокого. А так, чтобы красивого и высокого, потому что ты расскажешь. Так не бывает. Ты же мечтаешь, ну, да, сейчас все-таки. И мне не повезло, да, я сейчас это... И-о-о-о. И прям выйду, найду себе нормально, да? Ничего не получится. Допустим, как обычно бывает. Мужчина строго себя ведет. Женщина такая мучается с ним, думает. Ой, хочу мягкого, нежного. Бросила. Пока не раскаешься, вообще никого не получишь. Мысль пошла, что-то не то сделала. Начала раскаиваться. Хорошо. Получила. Мягкого, нежного, но ленивого. Потому что строгий, он сильный, да? Ты же не думаешь о том, что он сильный? Тебя защищает? Мы то, что имеем, никогда не ценим. Хочу нежного. Нежный, но работать не хочет. Думаешь, нет, лучше опять назад, строгому. Или с мягким, нежным пожелать что-то строгого хочу. Хорошо, получи строгого. И распишись. Но уже не нежного. Потому что все вместе не бывает. Понимаете, а святые люди все вместе. А святые люди не женятся, они в монастырях живут. Вот так устроена жизнь, мои хорошие. Так устроена. Изучайте ее. На втором круге не справились, не смогли правильное отношение строить. Третий круг жизни есть. Рождение детей. Те дети родились, вот теперь ничего ты не сделаешь. Смотри, как ты вела себя не так. И раскаивайся в этом. Молись Богу. Не поможешь ты своим детям. Когда они вырастут, наблюдая дальше за ними. Молись. И понимай, что ты наказана судьбой, за то, что жила неправильно. И дай им возможность жить. Они тоже живые. Ты вот делала так, вспомни. И теперь твоя дочь так же делает. Что ты можешь сделать? Надо было делать как надо, и дочь тогда бы делала как надо. Это называется милость. Ты сделала все как надо, дочь рождается, она от тебя милость получает. Родители могут исправить жизнь своих детей? Могут. Это называется милость. То есть у них есть судьба. Если вы молитесь, живете правильно, побеждаете свою судьбу, это распространится на ваших детей. И они тоже будут счастливы в жизни. Но если вы пытаетесь их жить контролировать, тогда вы вообще с ними разрушите отношения. Они с вами даже разговаривать не захотят. Попытать женщины часто, пытают контролировать жизнь своих детей. Не дают им жить. Дети не будут даже с тобой разговаривать. Это насилие. Женщины часто любят жить не своей жизнью, а жизнью своих любимых, те, кого они любят. А это значит, что этот человек уже своей жизнью жить не может, потому что женщина хочет, чтобы у него все было всегда хорошо. Не дает ему жить. Говорит, туда не иди, сюда не ходи, это не делай. Он говорит, извини, мамочка, я так не могу жить. Я вот живой и делаю то, что могу делать в жизни. А если ты будешь дальше меня терроризировать, то вообще тогда будем реже видеться с тобой. Называется зависимость опять от судьбы ребенка, своей женщины. Зависит часто. Надо дать ему возможность жить. Молитесь за ним. Если вы хотите, чтобы у них лучше была судьба, молитесь. Не завистьте, не переживайте. Переживание разрушает судьбу близкого человека. Это проклятие. Вы переживаете, а я тебя переживаю. Вы тянете силы у него, когда переживает. Надо давать силы. Давать силы означает молитва, верность, вера, что все будет хорошо. Не нытье, а вера. Это разные вещи. Но этот человек разрушает судьбу близких. Верит, помогает. Женщина может верить? Можно. Одна женщина провожает на войну сына с верой и постится, молится, и он побеждает. Вторая ноет, плачет, разрушает его жизнь, проклинает его таким поведением. Человек уходит из жизни, одни воют, ему там очень тяжело в это время, а другие молятся за него, ему там становится очень легко в это время. Одни на поминках квасят, из этих злых духов привлекают, так сказать, к поминкам. Они ему туманят мозги, он вообще ничего не соображает, что там происходит. А другие молятся, постятся. Поминки проводят в трезвом состоянии. Таким образом они очищают жизнь человека, приближают его к Богу. Видите, можно жить по-разному. Можно жить так, как все, а можно жить так, как надо. Это разные способы жить. Потому что все обычно не туда идут в своей жизни. Обычно. Потому что не туда идти легче, а все идут туда, куда легче. Вот как мы выбираем цель в жизни? А то, что нам нравится, то и цель. Ребенок родился, ребенок цель. Квартира нужна, квартира цель жизни, значит. И так далее. Человек цель жизни выбирает, что ему надо. А надо выбирать правильно. Надо учиться. Потому что от высшей цели жизни зависит от чего ты счастье будешь получать. Допустим, квартира приближается к тебе, ты счастлив, но она же не может и не приближаться, судьба же волнами идет. Как квартира перестала приближаться, все у тебя косит. Поэтому люди, которые выбрали неправильную цель жизни, только эта цель от них отдаляется, сразу их косит. Эти люди верят в удачу в жизни. И фильмы такие смотрят про удачу, что все будет хорошо, они думают, в жизни. Не факт. Иногда бывает хорошо, а иногда плохо.